Сегодня мы с вами обратимся к теме «Мессия» и «Воплощение». И снова, в качестве введения, прошу вас вспомнить общую картину, а именно, сохранить и собрать Божий народ в назначенном Богом месте под Божьей властью, дабы они жили по Божьим уставам в присутствии святого и любящего Бога. И этот проект, этот замысел, реализуется благодаря «Миссию Дэй», «Миссии Бога», в которой мы уже выделили несколько важных аспектов. Так мы рассмотрели тему «Царство», тему «Обетование», «Завет», «Изгнание», «Плен» «И покой». Сегодня этот список, эту общую картину мы дополним темами «Мессия» и «Воплощение». Давайте сначала рассмотрим первый раздел «Развитие темы «Мессия» от Бытия 3 до Откровения 22». Напомню, что, несмотря на грехопадение, как назвал это событие Августин, несмотря на разрыв, как именовал его Лоуэлл в Бытие 3, Бог не оставил Своё творение. Он заявил о Своих намерениях с самого, так сказать, начала в Бытие 3,15. Отсюда название первой подтемы «Прото-Эвангелиум», Первое Евангелие. Давайте вспомним, как Бытие 3,15 описывает Божью реакцию на поражение грехом человеческой жизни. Обольстителю, соблазнителю, змею Бог говорит «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим и между семенем её. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». И так возникнет антагонизм, который лейтмотивом пройдёт через всю историю человечества противостояние добра и зла. Семени жены и семени змея, если хотите. Обратите внимание на то, что поражение змея предполагает участие двух человек. Мужчины он будет поражать в голову змея и его матери, женщины. Змею не удастся избежать наказания. И вот важнейший принцип действия Божьего, с которым в ходе исследования библейской истории, истории воплощения Божьего замысла, мы столкнёмся ещё не раз, а именно, «Достигать своей цели Бог будет через людей». «Достигать своей цели Бог будет через людей». Что же касается конкретно мессианства, исполнение данного обетования приводит нас к израильскому народу и к израильскому царю. Поскольку ключевым аспектом человеческого участия в осуществлении Божьих целей является наличие царя как представителя израильского народа. Что же касается этой царской особы, исполнителя Божьих замыслов, то его действия оформляются в определенную модель. И это наш следующий подпункт. Итак, царь и его роль. Основная модель. Позвольте немного общей информации. Библейская история свидетельствует о том, что Бог осуществляет свои планы посредством людей, которые в качестве знака избрания их Богом для выполнения того или иного поручения получают особое помазание в деле исполнения Божьих обетований. Такое помазание получают, например, священники. Получают его также пророки и цари. Священники, пророки, цари. Приведу библейское обоснование этой мысли. Книга Левит, глава 4, стих 3. Это пример помазания священника. Речь здесь идет о жертве за грех. Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порука Господу в жертву о грехе. Заметьте, закон предписывает это помазанному священнику. Еще один текст, Исход 28, 41, не только Левит 4, 3 и другие стихи, но и Исход 28, 41. Здесь мы читаем. И облики в них, то есть в одежды, Аарона, брата твоего и сынов его с ним и помашь их и наполни руки их и посвяти их и они будут священниками мне. Таким образом, Аарон и его сыновья должны быть помазаны, отделены, предназначены для особой цели и данное помазание является в этом случае особым знаком. То же самое справедливо и в отношении пророков. Третья книга Царств 19, 16. Третья Царств 19, 16. Бог обращается к Илье. Бог говорит о Иуе, сына Немиссии, помашь царя над Израилем. И здесь мы видим доказательство того, что в данном случае Бог вершит свой замысел через царя. Итак, Аиуя, сына Немиссиина, помашь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, Изавел Михолая, помашь в пророка вместо себя. Итак, мы видим, что помазание получали священники, пророки, цари. Псалом 2, стих 2 служит еще одним подтверждением помазания над царством. Псалом 2, стих 2. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Против помазанника Его. Из контекста понятно, что речь идет о царе Божьего народа. Слово «мессия», я уверен, вы хорошо знаете, «мессиях», «христос», буквально обозначает «помазанный». Мессия значит «помазанный». А именно тот, кто осуществляет Божье правление, кто правит народом от имени Божьего, кто является ключевой фигурой в реализации Божьих целей. Уильям Дамбрелл делает одно важное замечание. Когда мы говорим о Мессии как о помазаннике Божьем, напоминай, Уильям Дамбрелл. История Давида и Голиафа во многом раскрывает нам суть этого царского мессианства. Первая книга царств, главы с 16 по 17. Эти главы прекрасно проливают свет на Мессию как личность и как царя. Итак, что же мы видим? Перед нами Давид. Уже с 1 стиха главы 16 мы читаем о предстоящем помазании Давида на царство вместо Саула. И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем?» Помните, Саул был царем по сердцу человеческому. Люди возжелали себе царя такого же, как у других народов, и получили желаемое. Давид же будет царем и помазанником по сердцу Божьему. Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иесею в Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. Девятый стих. «И подвел Иесей Самму и сказал Самуил, и этого не избрал Господь». Помните, что речь здесь идет о Божьем выборе, и несмотря на видимую перспективность других сыновей Иесея, Бог говорит, «Нет, нет и нет». только в 12 стихе к Самуилу приводят Давида, самого младшего сына Иесея. «Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом, и сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». Этот человек не просто помазан, он избран. Итак, избран и помазан. А теперь смотрите, что происходит дальше в 13 стихе. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Избранный, помазанный, наделенный Духом. Наделенный Духом. Наделенный Силой Духа. Итак, избранный, помазанный, наделенный Духом, а что же следует за этим? А за этим следует, что избранный, помазанный, наделенный Духом человек становится инструментом в Божьих руках в борьбе против врагов Божьего народа. Становится освободителем Божьего народа. При этом Врага израильтян олицетворяет фигура Голиафа. Голиаф — представитель, так сказать, Всемирной Федерации Великанов. Он чемпион. Однако, как вам известно из 17 главы, именно Давид, избранный, наделенный духом помазанник Божий, с прощой в руках, наносит сокрушительный удар, поэтому до зубов вооруженному филистимлянину. Давид избавляет Божий народ. 1 Царств 17, стихи 46 и 47. 1 Царств 17, 46 и 47. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Этот избранный, наделенный духом помазанник Божий, исполнитель Божьего замысла, отнюдь не преследует собственных интересов и целей. Его цели — Божьи цели. «И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». И вот она, модель. Модель царствования. Есть инструмент осуществления Божьего замысла, избранный, помазанный, наделенный духом. Освободитель. Именно через него Бог посылает Своему народу покой. И это еще одна наша тема. Успокаивает свой народ от врагов. Любопытно, что эта идея Божьего инструмента никогда не становится доминирующей в ветхозаветный период в последующей истории Израиля. Вот, что об этом говорит Дэррол Бокк. Это цитата из его статьи «Мессия и мессианство», содержательной статьи, надо отметить, в словаре богословского толкования Библии, под общей редакцией Кевина Ван Хузера, словарь богословского толкования Библии. И так он говорит, цитата, «Таким образом, несмотря на то, что надежда на Мессию у евреев была во времена Христа, основанная, так сказать, на ветхозаветной эсхатологической надежде, немногочисленность эксплицитных текстов свидетельствует о том, что в иудаизме существовали различные представления об этой фигуре. Ни один портрет, ни одно описание не рассматривалось как данность в иудаизме времен Христа». Итак, несмотря на то, что в истории Давида нам представлена модель царя-мессии, обладающая исключительной важностью, она не стала господствующей. Вместо этого Израиль характеризует многогранная надежда. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok